Рекламно-информационная программа Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка Вечер добрый, в эфире программа Трофей Рыбалка, у микрофона Владимир Сметанин Я приветствую Профессионального рыболова, эксперта компании Арсенал На Комсомольской 8, Василия Мамонова Василий, вечер добрый Погоды-то какие стоят, да, последние дни? Последнюю недельку, я бы сказал Последнюю недельку Последнюю в плохом смысле этого слова По холоданию Сейчас будет холодней Но на самом деле Не сильно критично Здесь вот эта жара Очень хорошо сыграла для нас Что в этом году уровень воды маленький Ну я бы даже сказал Хоть я и не специалист, он критически маленький Для рыбы Соответственно, водичка вот за эту там Неделю-полторы, которая у нас была очень теплая Успела подпрогреться И, соответственно, рыба успела Отнереститься Ну большинство рыбы успело отнереститься Потому что температурный режим для нее был очень комфортный И икру она успела выметать А сейчас будет немножко похолодней Немножко будет похолодней И, соответственно, икорочка у нас там будет спокойненько зреть Да, и дальше будет снова тепло Я на это надеюсь И все будет хорошо Потому что если бы стояла дальше у нас такая жара То уровень воды бы упал еще ниже И вот тогда бы, на самом деле, было бы все плачевно Потому что вот эта вот икра, которую рыба отложила Она просто-напросто высохла на кустах Как, собственно, произошло там в соседней нашей республике Да, в Татарстане Там же у них вообще объявили Чуть ли не стихийное бедствие Да, к сожалению Гидромедцентр совместно с экологами Допустили критичную, такую очень критическую ошибку Снега в этом году было очень много Снега было очень много И все надеялись и думали И гидромедцент сказал, что поводок там будет прям огромный А вся Волга, это у нас сейчас несвободная текущая река Это цепь, каскад водохранилищ, так ее называют Волжских водохранилищ И, соответственно, для того, чтобы снизить нагрузку на гидроузлы По максимуму начали скидывать воду в момент, когда еще снег лежал Ну, то есть, вот только-только ушел Готовясь к большой воде Готовясь к большой воде, готовясь к большому половодию Помня ситуацию трехлетней давности Когда, наоборот, не успели скинуть воду И там реально чуть ли не уносило плотины И там в экстренном случае скидывали эту воду Ситуация 2016 года, да Там все это смывало, на самом деле Огромный был поводок Начали к этому готовиться Но не учли немножко то, что в этом году Сильных морозов не было И, соответственно, снег выпал на непромерзшую землю И земля в себя, когда вот он начал таять Взяла очень много влаги И, соответственно, воды-то не хватает То есть сейчас в Татарстане, к сожалению Все очень-очень плачевно Рыба, я не знаю, как там пройдет нерест Я просто видел эти фотографии Представляю вот эти места, где я рыбачил Там просто нет воды Там просто нет воды Вот знаменитое место Лобач Многие, я думаю, что кто слушает сейчас Это Волга Это Кама Это Кама еще, да? Ну вот как раз вот именно Слияние Волги и Камы Вот эта огромная гора Лобач Вода там подходила всегда Под самую-самую гору Там была хорошая глубина Отличное место для ловли судака Вот сейчас от этой горы Чтобы добраться до воды Нужно пройти 700 метров По оголенному дну Это просто Это просто кошмар Даже глядя на это, видимо Сердце кровью Кровью обливается, как говорится Как же не повезло Минус, по-моему, 7 или минус 8 метров От нормального уровня Это катастрофа, на самом деле Вот Но у нас в области пока все Очень даже ничего В области, кстати, продолжается запрет Запрет, да До 10 июня Из раза в раз мы повторяем эту дату Рыбачить можно лишь только Надонную, либо попаловочную снасть Не более двух крючков И только с берега И только с берега И будем сегодня, видимо, мы в программе Соответствовать этим условиям Конечно Потому что в сегодняшней программе Трофе и рыбалка Мы будем говорить О поплавочной снасти Знакомой, я думаю, каждому Действующему, да и недействующему Рыболову с детства Я думаю, что все с нее начинали Безусловно С отцом Или с дедом На ближайшую речку Поплавок из мира Или на озерцо И так далее И вот, да Пожалуй, это самое такое распространенное Начало Рубацкого Большого пути Мы сегодня озвучим, конечно же, вопрос Вернее, сделает это Василий Будьте внимательны Номер для СМС 8909-720-101-0 Первый правильно ответивший Получит подарочный сертификат Магазина «Арсенал» На Комсомольской 8 Совершенно верно Все рассказал Поэтому приступаем К разговору О поплавочной снасти Типы, виды Мы поговорим о том Где, когда Какую снасть использовать То есть, на самом деле Вот Для того рыболова Который Не знаю Там Только-только Начинает свои шаги в рыбалке Да Либо вообще Человека далекого от рыбалки Поплавочная удочка Ассоциируется Ну, с такой Наверное, самой простой снастью То есть Для них это там Палка Леска Поплавок Крючок Дробинка Груз, да Там Насадка Червяк Все Можно поймать рыбу Большинство из нас Таки воспринимают По идее Это так С этого Все так и начинали Но На самом деле Поплавочная ловля Она очень-очень многогранна Недаром Первые чемпионаты мира Проходили именно По поплавочной ловле Это сейчас Ты средние века вспомнил Какие Вообще Вообще В спорте В спорте Самым первым Именно спортивное Вот Рыболовство Да Пошло Именно с поплавочной ловли Вот И сейчас Она на самом деле Очень-очень сильно Развивается В странах Таких Как например Англия Одни из адептов Поплавочной ловли Французы Пожалуйста То есть У них там Вообще Культ Они как с двух сторон Вломаешь и загибают Голландцы То есть Вот Реально В странах Это очень все Развивается Это все Прям на таком Супер уровне Там реально Профессиональнейшая Просто команды Рыболовов Просто с каким-то Фантастическим Оборудованием Да Они там ловят Супер снастями И на самом деле На сегодняшний день Вот если посмотреть Именно профессиональную Ловлю поплавком То это наверное Одна из самых Дорогих Рыбалок Как бы то ни казалось А что есть Вроде бы Вот она Простенькая Лодочка Что там может быть А что есть Профессиональная Ловля на поплавок Если сейчас Сразу же Перечислить эти критерии Профессиональная Ловля на поплавок Подразумевает Во-первых Специально Установленную Платформу На которой Сидит рыболов То есть Он не стоит На берегу Не сидит На какой-то Табуреточке Стульчики Ящики То есть Это профессиональная Платформа Которая Включает в себя Определенный набор Инструментов И на ней Все сделано Для удобства рыболова То есть У него все под рукой У него все мелочи Под рукой Специальные столики Для насадки Специальные столики Для прикормки Тряпочка Висит там Для того Чтоб ручки вытереть То есть Эта платформа Регулируется По высоте Она может поставиться Абсолютно На неровный берег Там регулируются Вот эти все ножки То есть Там все сделано Для того Чтоб рыболов Себя чувствовал Максимально комфортно Подожди Мы в прошлой передаче С тобой говорили Про фидерную ловлю Там тоже ведь платформа Совершенно верно Там точно такие же платформы Но немножко они отличаются Там стойки дополнительные Кресло прям Трон такой На котором выседает рыболовка А сделано это По одной простой причине Потому что Профессиональные поплавочники Которые в основном Ловят Вот на соревнованиях Используют Как правило Там два типа Основных два типа Поплавочных оснасток То есть Первое Это штекерная ловля То есть Когда у нас приманка Не забрасывается А так называемая Завозится на время На место ловли То есть Это очень-очень Длинные штекерные удочки Длина там может достигать До 14 метров Сколько? 14 метров Это максимально разрешенная Длина штекерного удилища На соревнованиях По поплавку То есть Длиннее нельзя Вот Хотели ее немножко Уменьшить до Если память не изменяет Одиннадцати с половиной Но спортсмены Отстояли свое Не очень большая разница Отстояли свое То есть 14 метров Там Вся фишка в том Что если у нас На обычной поплавочной удочке Длина лески Равляется длиной удилища Ну как правило Вот как правило То там Длина лески Равняется Длине Ну Равняется Глубине ловли То есть Ее завозят Вот туда вот так Вот штекером Держат После того Как происходит поклевка Это обратно Откатывают По специальным Откатным роликам Это довольно трудоемко Откатным роликом Снимают вот этот кит Да там И вываживают рыбу На самом деле Я видел как это делают Профессионалы Работают со штекером Я честно скажу Я на маховую удочку Достаю медленнее рыбу Чем они откатывают И закатывают этот штекер То есть там Отработано Все так Профессионально просто Обалдеть И почему я сказал Что вот это все Очень дорого Например Профессиональный штекер В длине 14 метров Может стоить Там 150-200 тысяч рублей Есть Такое предложение В нашем городе Нет Ага Если Нет То есть А задача с этим То можно только Если хочется привезти под заказ Абсолютно без проблем Вот Но это еще раз повторюсь Сугубо профессиональный инструмент Есть любительские Штекера Но они тоже очень дорогие Там 50-60-70-80 тысяч рублей То есть без проблем Отличаться будут материалами Соответственно будут тяжелее Там толще в диаметре И все оставшееся В общем это одна из тех рыбацких историй Которые не поддаются Какому-то логическому Вразумительному объяснению Это просто своя философия Это надо вот их оставить в покое Хорошо нравится так Пожалуйста 14 метров Я вот сейчас Просто как раз Коснулся вот этой штекерной ловли И хочу сказать Что в рамках сегодняшней передачи Мы о ней больше говорить не будем Потому что штекер Именно в любительской рыбалке Он очень мало распространен Есть опять же Приверженцы Которые ловят Но У нас в городе И предложений По этим штекерам Очень мало Можно сказать Что практически нет Там своеобразная оснастка И все оставшееся Но на самом деле Оставим их Немножко в сторонке Ближе к нашим простым Ближе к нашим простым Ближе к тем что у нас К тому что есть Чем можно воспользоваться Да К тому что есть у нас Наверное поговорим О самой распространенной снасти Которая есть Это вот стандартная Классическая Поплавочная удочка Так называемая Маховая Вот То есть удилище С глухой оснасткой На которой нет Абсолютно никакой катушки Ничего То есть есть просто удочка Есть леска Поплавок Грузила Да там крючок Поводочек Все Идем ловить рыбу Но на самом деле Вот опять же При кажущейся вот этой Простоте Там тоже куча нюансов В которых мы Сейчас постараемся Разобраться Ну во первых У начинающего рыболова Который только-только там Свои вот Шажки делает На этом поприще Приходя в магазин Он так вот Видит вот эту удочку И говорит Блин а как там Леску привязать Кончику Что там надо сделать Что есть и такие рыболовы Да Они там говорят Там изоленточки Говорит нужно подмотать То есть нет На Маховое удилище Ставится так называемый Коннектор Да то есть Это пластиковая застежка В которой мы Петельку лески надеваем Все и у нас Все уже Снасть можно сказать Готовая будет Не надо каждый раз Отгрызать Там что-то Отрывать Вот Маховое удилище Наверное Одно из самых популярных По той простой причине Что ну во первых На сегодняшний день Хорошее Вот реально Хорошее удилище В длине там 5 метров А пятерочка Такая ну Золотая серединка Да в основном приходят И говорят Вот мне дайте там 5 метров Карасика половить пойду И на речке На какой-нибудь посидеть Мы сейчас говорим О телескопических Конечно Штекерных их И не бывает О удилищах Но нет Вернее не так Они бывают Но это опять же Специализированное удилище Японского стиля Там есть такой стиль Ловли на поплавок Называется хиробуна Ну мы Они сейчас Если у нас останется Время там в конце передачи Хорошо Давай я помечу Несколько слов скажем Там на самом деле Тоже своя Философия Такая определенная Очень интересная снасть Вот там как раз Используют телескопические Ой не телескопические А штекерные удилища Но это такая вот Опять же крайность Как штекер Там в спорте Вот хиробуна Для души может быть Вот Мы сейчас конечно же Говорим о телескопическом удилище Их На рынке там Огромная-огромная куча Хорошую удочку В длине там 5 метров Сейчас реально Купить за 1000 рублей Да Соглашусь Вот там Порог от 800 Там до 1000 Там с копейками Реально Классное удилище Которое лет 10 бы назад Там вызвало бы восторг У любого рыболова Там не знаю Прыгал бы Хлопал в ладоши И говорил там Вау У меня там суперлегкое Жесткое Не знаю там Строгое удилище На сегодняшний день Технологии дошли до того Что современные материалы Позволяют сделать недорого Позволяют сделать качественно Поэтому Они очень распространенные Сразу же например Встает вопрос Вот я там и говорился Там 5 метров Там самая популярная длина Почему По одной простой причине Вот честно Сказать Если рассматривать Вот градацию Там 4 5 И 6 метров Вот Четверка будет Очень комфортная удочка Прям вот очень Вот в эти же тысячи рублей Там можно взять Удилище Которое Ну будет там Ну просто пушинка Жесткое Классное Но будет не хватать длинной Вот Пятерка Ну такая золотая серединка Да Она будет классная Все понятно Что чуть тяжелее А вот шестерка Реально Вот в этой ценовой категории Уже будет По мне тяжеловато Ну то есть Разница вроде бы в метр Разница вроде бы в метр Но Этот метр дает Такой ощутимый Прирост к весу Ощутимый прирост Вот к этому дисбалансу Да Для того чтобы сделать Вернее даже Боже Ощущение снасти Может быть теряется Даже Не знаю Попытаюсь перефразировать Ну да Потом здесь Нюанс в том Что вот этот Дополнительный метр Он очень сильно Меняет строй удилища То есть Она становится Уже таким Лапшеватеньким Если мы вот Рассматриваем именно удочки Мягким чересчур В такой ценовой категории Там в тысячу рублей Там плюс-минус Да То есть Палка становится Ну Ей можно ловить Но Это вот Наверное Прерогатива таких вот Рыболов Которые вот приехали Закинули там Пару удочек Да Вот поставили их там Линя например ловит Когда не надо там Перезакидывать И он клюет там Раз в час И не держим их в руках Вот Ну то есть Вот с такой шестеркой Там поехать например На ловлю На какую-нибудь речку Там ловить Платву Да Постоянно Перезабрасывая Я бы точно не поехал Руки Намашешься Руки Руки Намашешься Ого-го Вот И поэтому шестерка А тем более там например Семиметровое удилище Маховое Оно уже в сегодняшних реалиях Там будет стоить Вот хорошее Да Это сразу плюс тысяча рублей Ну то есть А максимум В районе двух там можно А максимум по метрам Василий Какое Маховое Одиннадцать Одиннадцать Бывают Не распространенные абсолютно Потому что Чтобы ловить Одиннадцатиметровым удилищем Его нужно однозначно Купить топового сегмента Из суперграфитов Да Чтобы оно было Хотя бы Ну подъемным Потому что вот у нас Сейчас например В магазине могу сказать точно Что есть Девятиметровая удочка Которая по стоимости Где-то порядка там По-моему Шести тысяч рублей У нас получается В принципе Она очень-очень неплоха Вот у нее вес Пятьсот семьдесят грамм У девятиметровой Больше чем полкил Соответственно Девять метров Здесь нужно Вроде бы Что там такое Пятьсот грамм Ну не так и легко Ну друзья Переведите Пятьсот грамм На рычаг Девять метров Это такой Серьезный вес Получается То есть нам Вот этот вот рычаг Давит очень сильно На руки И соответственно Держать его Не очень удобно Для крепких мужиков А если еще будет Какой-нибудь Боковой ветерочек Да Еще что-нибудь То есть Вот это начинает Все из рук выламывать Я представляю Как это может быть То есть Управляться с таким Удилищем очень-очень трудно И поэтому Я считаю Что вот оптимально Для любительской рыбалки Длина 7 метров За нее вылазить дальше Ну нецелесообразно Мой совет Там покупать удилище Ну если например Там вот купили Там 4 метра Да То следующую Там можно взять 6 метров Да То есть пятерка Там не нужна Чтобы почувствовать 4-6 Разница будет А если например Взяли там Есть уже пятерка Да То лучше Следующая взять 7 Ну то есть Перепрыгивать через метр Да Для того чтобы Действительно Снасть была более универсальной Не ну смотря Опять же Где человек собирается рыбачивать Закрывали Разные дистанции Ну здесь опять же Да Нужно понимать Что там 7 метровая удочка Это все равно Уже очень длинная И здесь нужно понимать Где вы ее хотите использовать То есть например Если там при ловле карася В стоячем водоеме То там есть Другие удилища И другие оснастки И другой тип снасти Поплавочный же Да С которым будет комфортнее Удобнее Легче И правильнее Ловить на больших дистанциях Чем с маховым удилищем Ну немножко дальше поговорим Вот Соответственно Здесь мы уже там Определились С длиной Да Там для себя Можете выбрать То которое вам необходимо Крепление Это коннектор Продавцу прям говорите Мне нужен коннектор Все Продавец вас поймет Сто процентов Подберет вам по диаметру И ну вот Мы в магазине Приклеиваем коннекторы Сразу же По просьбе Покупателя Не составляет время Там капелька суперклея Это все вклеивается И человек уже Абсолютно доволен Идет домой Вот Дальше Для того чтобы ловить Маховым удилищем Нам нужны будут Оснастки Да То есть это нужны будут Поплавки Это нужна будет леска основная Нужен будет поводок Нужны будут груза Ну и крючки соответственно Опять же Катушка-то нам нужна Нет Катушка нам не нужна Нам нужны мотовильцы Для того чтобы эти оснастки сделать Чем кстати хороша Маховая удочка Тем что у нас с собой Может быть неограниченное Количество оснасток Да То есть мы например Связали Вот дома уже там Подготовили Готовые оснастки Прямо вот на мотовильцах Там с разным весом поплавков С разным размером крючков С разным типом поплавков Взяли с собой там например Десяток их И все И то есть мы приехали На водоем там Хоп Ветер задул Ага поплавок легкий Слишком Мы это прям Потяжелее Да Мы прям сматываем эту Снасть обратно на мотовила Да Растегиваем коннектор Снимаем петельку Берем другой мотовильце С более тяжелым поплавком Застегиваем буквально там Полминуты И у нас снасть готова к ловле Всего этого сделать не получится Если у нас удочка вот с катушкой Да То есть там снасть у нас уже собрана здесь И для того чтобы поменять поплавок Нам нужно будет обрезать это все Надеть новый поплавок Привязать крючок Заново его огрузить Да То есть ну потратить большее время Поэтому например спортсмены на соревнованиях В основном используют именно маховое удилище Они их сразу там Три-четыре там пять удочек раскладывают на стоечки Да И у них еще там с собой там связано там Тридцать-сорок оснасточек Разные поплавочки Разные поплавочки Крючочки И все там Толщина поводка Длина поводка И все оставшееся И все Там меняется все быстро Поэтому здесь все просто Следующий важный Вот очень важный элемент Это поплавок Прошло наверное то время Когда ловили все там с гусиным пером Каким-то поплавком из-за сокаря Столько приятных Воспоминания с этим связано Конечно Посидеть Посозерцать этот поплавок там на водной глади Это конечно все здорово Но Время не стоит На месте Да У нас постоянно все движется вперед Современные материалы там вытесняют То что у нас было раньше И сейчас На рынке появляется огромная куча поплавков Они Разных типов Разных форм Расцветки длинные Расцветки антенны Веса И так далее И многие приходят там и говорят Мне там нужен поплавок на карася Ну вот очень часто Особенно сейчас В магазине Вот я каждый день слышу Вот такой Приходят и говорят Мне нужен поплавок на карася Карасевый то бишь Вот И ты так стоишь и думаешь Карась разный бывает Вот Например Есть серебряный карась Который живет в Быстрице Чубайсе его называют Да Его там огромное количество Ну что же карась Наглый Вот Ну клюет он там На быстром течении То есть Ну для него там Такой поплавок нужен Да Для того чтобы например Там ловить мелкого карасика Нам нужен там Определенный поплавок Для того чтобы например Там ловить карася в траве Там нам нужен Другой тип поплавка И вот так вот стоишь И думаешь Блин а какой же человеку Нужен карасевый поплавок Вот начинаешь задавать Какие-то наводящие вопросы Потом Уже выясняется Здесь Проще всего Прийти и сказать Что мне нужен поплавок Нам например Для ловли На пруду На водоеме Без течения От водоема Отталкиваться Конечно Где вы непосредственно На течении Не на течении Сказать что мне нужен поплавок Там для ловли на пруду Либо на озере У меня удочка длиной 5 метров Вот так Вот от этого Уже Тогда вот уже мы сможем Подобрать поплавок Потому что здесь тоже нюансы Например Можно сказать что Просто прийти и сказать Мне нужен поплавок Для ловли Там на пруду Без течения Вот я дам вам Граммовый поплавок А у вас удочки 7 метров Попробуйте этот Грамм закиньте Никуда ничего не полетит Никуда ничего не полетит Упадет там в 3 метрах Это все запутается Перепутается И настроение от рыбалки Будет испорчено Поэтому вот здесь Это просто сейчас совет Нашим слушателям Которые смотрят И которые приходят к нам в магазин Ребята Не бойтесь Спрашивать у продавца Давайте максимум информации О своем месте ловли Тогда нам будет проще Подобрать вам правильную снасть То есть вот прям приходите Говорите У меня удочка 5 метров Я ловлю там На озере Либо у меня там удочка 6 метров Я хочу ловить на реке В проводку Да Все Вопросов нет Мы уже подберем Тип поплавка А какую рыбу Это имеет значение? Ну теоретически Раз уж про карася мы заговорили Ну теоретически имеет значение Но здесь Наверное Больше имеет значение Вот как раз Все-таки водоем Да Например Ну потому что Если там скажут Там на озере Да Скорее всего Будем ловить карася Карасевые поплавки Ну как таковых Их не существует Да То есть Именно вот Что вот этот На карася Но там должны быть Определенные Скажем так Тонкости соблюдены Карась это та рыба Которая очень часто Клюет на подъем Так называемый Да То есть она поднимает Насадку Да И соответственно Поплавок у нас Вылазит из воды Что нам нужно Поплавок должен иметь тело Которое дает Минимум сопротивления На утоп и на подъем То есть это Скорее всего Вытянутая Вытянутая капля Такая будет Вот Но не очень широкая Вот да То есть это будет Такая вытянутая Длинная капелька Такие поплавки Как правило Очень хорошо держат Боковую волну Да И ветер За счет вот этой Своей формы Но в то же время При поклевке Там на утоп Либо на подъем Абсолютно не дают Сопротивления То есть рыба Не выплевывает Насадку И карасевый поплавок Вот уж раз так Вот такой термин У нас появился Да Он обязательно Должен иметь Достаточно длинную Антенну цветную То есть там Может быть несколько цветов Там желтый Зеленый Красный Но это сугубо Для взгляда рыболова Полосочки черненькие Да То есть для чего Это нужно То есть поплавок Мы огружаем таким образом Чтобы у нас там Например Над поверхностью воды Там торчала Только красненькая антенна А снизу у нас Там дальше идет Желтенькая Черненькая полосочка Там зелененькая Там снова красненькая Еще что-то Соответственно Когда у нас Происходит поклевка На утоп Ну поплавок Бац и ушел Все Мы понимаем Что да Произошла поклевка Нужно производить подсечку Но когда карась Вот особенно крупный Да Либо вот он С похолоданием Становится таким Не сильно активным Яленьким Да Начинает привередничать Либо мы насадку Неправильно подобрали Возможно прикормили Чуть-чуть не так Вот Он начинает как раз Вот клевать То есть раскачивать этот поплавок Это будет четко видно Если у нас длинная антенна Разными цветами То мы смотрим Вот у нас красненький Должен торчать Хоп Появилась часть желтенького Мы понимаем Что рыба-то пришла Насадку-то нашу трогает Да И соответственно Вот она начинает Там что-то поднимать Потом хоп Снова пропало Только красненькое осталось Потом бам До зелененького поднялось То есть мы понимаем Что рыба интересуется насадкой Сейчас происходит Вот как раз Та самая поклевка Примихивание Поклевка Да И нам нужно там посидеть Подождать Когда что-то произойдет Либо совсем поднимет поплавок Либо она все-таки утопит И поведет в сторону Если бы у нас был поплавок Другой конструкции На котором бы была Просто там Красная толстая антенна Да Вот такая вот Все То мы бы вот эти вот Минимальные движения На одноцветной антенне Просто бы не поняли Сидели бы Ждали-ждали Там Ага Поклевки не произошло Потом начали бы Пытаться перезакинуть Так называемое Съездили бы рыбе по губам Да Она ушла И все То есть рыбу мы не поймали А например На реке Обратные ситуации Когда мы ловим Например Там на быстром течении То есть вот эти все Вот длинные Тонкие антенны Нам не подходят Потому что течением Его будет складывать Там уже другой тип Поплавка Нам будет нужен Мы сегодня в программе Трофей рыбалка Говорим о поплавочной снасти О ловле на поплавок Вид ловли Знакомый Наверное Максимальному Количеству Рыболовов Василий Мамонов Эксперт компании Арсенал На Комсомольской 8 Сегодня консультирует нас По всем вопросам Ну мы Несмотря на то Что у нас вроде бы Целый час почти Что мы все равно Не касаемся многих вещей Подробно Так обзорную такую Проводим передачу По этому виду ловли Скоро кстати Прозвучит вопрос От Василия Так что не переключайтесь Мы выходим на рекламу Которая продлится Полтора минуты Рекламно-информационная программа Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Трофей Рыбалка Продолжаем нашу вечернюю беседу Вот этот замечательный праздник Там смотрели салют Гуляли где-то По улице Слава Богу Там погода была замечательная Поэтому вопрос Мы повторим С прошлой передачи А будет он Очень простой И не составит труда Ответить Хорошо знающему рыболову Как называются вершинки На фидерном удилище Которые регистрируют поклевку Специфический термин Да Термин Он англоязычный Давай подскажем 8909-720-101-0 Ждем ваших смс-ответов Удачи По поводу Поплавкова Мне хочется еще продолжить Для меня Василий У меня несколько раз Это было в практике Когда при транспортировке Не знаю еще При каких-то обстоятельствах Или во время рыбалки Ну поплавок выходит из строя И в силу этого Я стараюсь выбирать поплавочки Побандуристый Побольше Ну здесь на самом деле Я понимаю что это может быть Моя ошибка Я их неправильно Храню Нет отдельного бокса Скорее всего Вот да Здесь на самом деле Вот выбирать Очень такой объемный Какой-то поплавок Большой Не знаю там С толстым килем Вот этим Огромной антенной Или еще что-то Ну на самом деле Не сильно правильно Он Такие поплавки Имеют место быть Но при специальных условиях Рыбалки Именно Они создаются Там под определенные Условия ловли Сейчас же Если мы например Говорим именно О стоячих водоемах И сейчас Вот в сегодняшнее время Там Они самые наверное Популярные То есть ловли Карасика Карпик Начинает просыпаться На водоемах Стоячих Сейчас Очень здорово Можно порыбачить И поэтому Там поплавки Конечно Вот эти вот Побандуристи Как ты сказал Не сильно Приемлемы Не сильно Специальные коробки Для хранения Мотовилец Уже с готовыми Оснасточками Да Их сложить В общем надо будет Обзавестись Это все стоит Очень-очень Недорого Да Очень недорого Там Не знаю Потратить там 100-150 рублей Для того чтобы Оснастки И поплавки Всегда были В целости И сохранности Я думаю Что на самом деле Не так и дорого С учетом того Что хорошие поплавки Могут стоить Очень-очень Недешево Опять же Если например От материала Зависит в том числе Это зависит От материала Изготовления Это зависит От скажем так Калибровки И точности Изготовления То есть например Спортивные хорошие Поплавки Их калибруют Если вот там Написано например На нем там 0,8 грамма Да То это Тютелька в тютельку Будет Тютелька в тютельку Восемь десятых Вот Если там написано Полтора грамма То вот он будет Полтора грамма А у спортивных поплавков Очень часто там бывает Именно вот Через 0,2 грамма У них идет градация То есть там реально Там может быть 0,8 грамм 1,2 1,4 И так далее Нужно это для того Чтобы вот Ну все-таки Спортсмены Они заморачиваются Прямо там 0,2 грамма Они считают Что очень сильно Влияет на клев рыбы Возможно это так В обычной Любительской рыбалке Я думаю Что так вот Такие прям Крайности не нужны Поэтому если Ну опять же Мой совет такой Да Если вы едете На Вдаем без течения Планируете Половить там Карасика Карпика Ну или там Другую Какую-либо рыбу У вас например Опять же Средненькая удочка Там 5 метров Вот То здесь Поплавок Я бы выбирал Это либо Там Полтора грамма Да Вот такой Может даже Двухграммовый Взял Ну вот Три бы оснастки Связал Грамм Полтора-два Теоретически Вот его хватит Во всех там Случаях Которые могут быть Двухграммовый Поплавок Уже достаточно Хорошо пробивает Ветер Там Летит Вот этого Этой оснастки Хватит там На 5 метровой удочке Там В 100 Случаях Из 100 Вот 100% При ловле На водоеме Без течения Ну а что касается Цвета Тут наверное Совет простой Что вам больше нравится И то что будет Заметным Естественно Максимально заметным Здесь есть правило Такое То В солнечную погоду В солнечную погоду Лучше всего видно Красный цвет На водной глади Ну или его оттенки Да А в пасмурную погоду Лучше всего видно Желтый цвет Ну то есть Есть такое правило Поэтому Выбирайте для себя Поплавки Есть комбинированные Есть комбинированные И тот и тот Для себя выбирайте Вот именно как раз Если там например Карася поехали ловить То антенна Достаточно длинная А вот верхушка Антенны может быть Уже того цвета Который вам там Больше всего нравится Точно хочу сказать Что вот есть Бывают Не знаю откуда берутся Поплавки там С какими-то зелеными Антеннами Или еще что-то Напрочь не видно Вообще Согласен Пробовал Зачем Пробовал Смотрел Не видно Особенно на озерах Которые зарастают И затягивают Прям вообще Они пытаются Сделать их такими Ядовито зелеными Да Вот производитель Ну не видно Ничего Глаза прям устают И комфорта От рыбалки нет Так В общем и целом Про поплавки Все Ну Все рассказать Наверное невозможно Потому что Там надо Такую вот Отдельную передачу Тогда Именно вот Поплавки Там Если коснуться Там Тонкостей Нюансов Очень-очень много Очень много Выбор лески Длина киля Вот это там Может быть Влиять Вот Сама форма Место прохождения Лески Да То есть Есть там С петелькой Есть когда леска Проходит через все тело Поплавка Нюансов очень много Нет Я бы сейчас хотел Вот немножко Продолжить Я к выбору лески хотел Подтолкнуть Просто Время бежит Да К леске мы придем Но вот там Поплавки Для ловли на течение Вот как я уже сказал Да Они должны Как раз Вот быть наоборот Вот такими вот Массивными Да То есть Форма бочечки Здесь приветствуется Антенна такая Должна быть толстая И при ловле На течении Вот этот вот Нижний киль Да У поплавка Вот эта вот Нижняя палочка Как многие говорят А зачем такая Длинная нижняя палочка Вот она должна быть А чтобы держался он Она должна быть длинной Для того чтобы Стабилизировал поплавок На течении И всегда он стоял вертикально Вот здесь будут Очень уместны поплавки У которых как раз Леска проходит через тело Там вставлена трубочка Специально сделана Для того чтобы Когда мы ловим на течение Так называемым способом В придержку Когда мы чуть-чуть Придерживаем поплавок Чтобы у нас его На бок не заваливало Антенна всегда стояла прямо Вот такой совет Опять же есть Если ловите на течение Выбирайте такие поплавки Там будут уместны поплавки Грузоподъемностью Там 3 грамма 5 грамм Некоторые даже 8 грамм ставят И ловят без проблем Это уже внушительный Такой поплавочек Достаточно сильное течение Должно быть Ну для того чтобы Ловить такими поплавками Да Следующий элемент Оснастки Это леска Леска Вот Тут все Я знаю да И в том числе на себе Там вспоминаем Себя много лет назад Ну прям заходишь Глаза разбегаются И не знаешь Что именно Вот давай Основные моменты Проговорим Здесь на самом деле Все просто Мы используем Всегда Монофильную леску Ну обычно Наш монофил Не используем Плетеные шнуры Это другая Пререгатива Да Это уже там Спиннинги И фидеры И все оставшиеся То есть здесь Мы используем Обычную монку Очень часто Задают вопросы А может быть Мне там намотать Вот флюрокарбон Вот этот вот Да Вот сейчас вот На основную леску Встает очередной вопрос Зачем То есть у флюра Основная Скажем так Плюсы его Да Это то что он Не стирается И он Не видим рыбе А вот Над водой То он там Какие плюсы дает Никаких То есть не видим рыболову Да видим он рыболову Ну а там Никаких дивидендов На самом деле не даст Поэтому обычная Нормальная монолеска Решает Все цели и задачи По диаметрам Здесь уже нужно Подбирать В зависимости от того Какую рыбу Вы будете ловить Вот Ну есть Определенное Золотое правило Золотое такое Диаметр Основной лески И поводка Должен разделяться На 0,02 Ну то есть Если например У нас там 0,18 Стоит основная Да 0,16 Можно ставить Но лучше всего Поставить там 0,14 Поменьше Ну поменьше То есть вот Основное золотое правило 0,02 Но здесь конечно Уже может быть Там и здравой смысл Логика Различная Да Там бывает Что ставят На основную леску 0,18 Поводок 0,1 Или вообще 0,08 Ну бывает Такое Ну давай Раз уж мы говорили И упоминали Несколько раз Того же карасика Вот леска Какого диаметра На карасика Карасик бывает Ну хорошо Давай С ладошку Как это у нас Принято Говорит Вот Клюет карась С ладошку Потому что Вот здесь Хочу поделиться Там С секретом Ну как секретом Не знаю Там карась Заклевал Да Вот Буквально В понедельник Приходил мужчина И такой Говорит Дайте мне леску На карася Ну вот Так вот Вопрос Дайте мне леску На карася Это не тот же Который спрашивал Поплавок На карася Нет Я говорю Да вы знаете Да конечно Без проблем Но я всегда советую Здесь уже На самом деле Посоветовать леску Еще зависит От Скажем так Я всегда задаю вопрос Там например Начинающий ли рыболов Будет ловить Или рыболов Уже там С опытом Например Для вас А если там Говорят А мне сыну В смысле Начинающему Шестилетнему ребенку Советовать леску Там 0.12 И 0.1 Поводок Да он оторвет Все На первом же забросе Об траву И все Понятно Что там посоветуешь 0.18 И 0.14 Поводочек И все будет хорошо Более профессиональному рыболову Можно посоветовать Уже там Что-то более тонкое Вот И я говорю Да вы знаете Для вас леску Он такой Да Говорит Для меня Карася ловите На пруду Да Ловлю на пруду Ну вы знаете Вот у нас Есть отличная леска Там 0.16 Он такой Сколько 0.16 Да вы что Я вчера Рыбачил Там 0.25 Не держит Я говорю Так там может быть Карп Он говорит Нет караси Показывает мне фотографии Там реально Караси такие Килограмм Это тех Килограммовые караси Это тех Которых он смог достать Давно не видел таких Это тех Которых он смог достать Те которые Обрывали 0.25 Я боюсь что там были больше весом Ну то есть Карасик бывает разный Соответственно Такие гиганты Клюют не везде Средний вес Давай граммов 200-300 200-300 Я бы поставил Основную леску Основную лесочку Я с ней никогда Сильно не мельчу Я бы поставил Наверное Что-то такое 0.18 Да Ну 0.18 0.16 И соответственно Поводки бы использованы 0.14 И 0.12 То есть если 0.18 леска У нас основная То я бы ставил 14 поводок Если 0.16 То там бы ставил 12 поводок Теоретически Вот этого будет хватать Там в 99% случаев Потому что На сегодняшний день Хорошая нормальная Монолеска Калиброванная Да Качественные фирмы Там все Она при диаметре 0.12 Там держит Порядка Там 2 С небольшим Килограмм На разрыв Это вполне Достаточно Будет справиться С любой абсолютно Рыбой Которая может Клюнуть в пруду Василий А если Зависимость от толщины лески Именно на поплавочной снасти Там не знаю На эффективности ловли На В общем я к тому Опять же Если простым языком Выражается Влияет ли на клев Вот чересчур Ты толстую леску поставил Влияет Ты поймаешь меньше Отпуглёшь Тем самым Влияет 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 Обоснуйте Потому что На водоёмах Без течения Вот я бы даже сказал На водоёмах Без течения Очень сильно влияет И на водоёмах С течением влияет Но немножко по-другому Вот объясню почему Значит На водоёмах Без течения У рыбы Есть время Для того Чтобы разглядеть Нашу оснастку В малейших подробностях Посмотреть на груз Увидеть эту леску И соответственно Если она будет Достаточно толстая Она как правило Будет лежать на дне Вот таким вот Поросячьим хвостиком Свитым Приманка будет Выглядеть неестественно Соответственно Эта леска Так как Большинство лесок Они такую имеют Ну нейтральную плавучесть Она там может Как-то там Зависнуть в толще воды То есть Ну вот Рыба её увидит Ну это реально Банально увидит И соответственно Если мы ловим На водоёмах На которых Там чистая Хорошая вода Большой прозрак Если мы ловим Осторожную рыбу Это очень важно Вот при ловле Например линя Вот он Реально там Может кружиться Вокруг приманки Ходить Ты видишь Там пузыри поднимаются Или ещё что-то Ну вот не клюёт Меняешь поводок На более тонкий Начинаются поклёвки Это вот уже Просто из опыта Да Реально влияет То есть Потому что у рыбы Есть время Время для того Чтобы это всё увидеть И рассмотреть Например Сейчас очень популярно Становится Грузило В форме камушков Для водоёмов Без течения Подъестественное В форме Каких-то например Таких зелёненьких Столбиков Которые будут напоминать Там траву Да какую-то Если мы ловим В траве Прям работает Это Прям я не знаю Работает или нет Но прям вот Приходят и говорят Вот всё Вот я реально Вот начал так ловить У меня поклёвок больше Может быть Это самовнушение Да там какое-то Но тем не менее Вот моё мнение Я склоняюсь к тому Что реально рыба Вот в стоячей воде Сможет рассмотреть Поразмыслив Это безусловно Оправданно Да Логично То есть как можно Естественней Да дать Конечно Рыбе Поэтому вот здесь Может влиять Толшина лески А на водоёмах С течением Когда у нас там Всё быстро Динамично Всё проносится Вроде бы у рыбы Нет времени рассматривать Или ещё что-то Но здесь Толшина лески Влияет на то Как у нас будет Двигаться эта оснастка То есть если мы поставим Толстую леску Там на основную Толстую леску На поводок У нас точно такое же Правило как в спиннинге Её достаточно сильно На течении парусит Соответственно У нас дольше Времени Будет уходить На то Чтобы после там Приводнения У нас приманка Достигла дна Да Она будет парусить Для того чтобы Достигала быстрее Нам надо будет Ставить поплавок Большей грузоподъёмности Это соответственно Снасть будет Менее чувствительная Потому что Всё это будет Утяжеляться Да Это будет тяжело Ловить на проводке Мы будем пропускать Какие-то поклёвки Вот И самое главное Толстый например Поводок На течении Он начнёт поднимать Это дно Нам надо будет Ставить под пасок Ну дополнительную Дробинку там Ближе к крючку А это уже Неестественное поведение Приманки опять же будет То есть реально Меньше поклёвок Вот только вот В этом случае Там ни о какой Видимости речи не идёт Особенно в нашей реке Там на вятке Вода всегда такая С примесью песочка И взвеси Ну да Вот У рыбы Рассматривать На течении времени Особо нету Но вот Именно естественность Подачи приманки Да Вот здесь она Имеет место быть Поэтому Там на самом деле Нужно подбирать леску В зависимости от рыбы На реке Там могут попадаться Очень достойные экземпляры Там тот же ясь Там например Килограмма на два Скажу что боец ещё тот И ловить его Безусловно И ловить его леской Диаметром 0,12 Конечно можно Но Шансов не очень Шансов не очень много И травмировать рыбу Здесь тоже не хочется Поэтому например Там для реки У меня Основная леска Для реки Это основная леска 0,22 И поводок 0,18 Вот его мне хватает В принципе Там опять же В 90% случаев На все случаи жизни Можно побороться Уже с достойным соперником С нормальной рыбой И всё будет без проблем Вот Это то что касается лески 7 минут у нас ещё есть Соответственно По грузилам Тут голь на выдумке хитра Да Кому-то что угодно Используют свинец В виде дробинок Используют листовой свинец Да Чтобы там намотать его Используют оливки И скользящие груза Используют вот эти Вот самые грузила Которые Имитирующие Естественную Среду Обитания рыб Да Здесь Ну кому что больше нравится Я опять же Методом пробы ошибок Ну для себя там И на самом деле Для всех начинающих Советую Не нужно здесь Моё мнение там Заморачиваться Обычный набор дробинок Вот которых продаются Да Его хватает Дёшевые сердицы Дёшевые сердицы Хватает везде Мы можем уже подобрать Оснастку в зависимости От типа поплавка И там грузоподъёмности Ну совет такой Там выбирайте Максимально мягкий свинец Ну чтобы вот реально Легче с ним управлять Его можно было зажать А самое главное Для того чтобы можно было снять То есть мягкий свинец Он реально снимается с лески И её не повреждает И вот здесь Основное это Что твёрдым свинцом Мы пережимаем леску Когда зажимаем дробинку Это слабое место Реально становится слабое место Теряется там процентов 30-40 Разрывной нагрузки Это не очень хорошо Мягкий свинец леску не травмирует Да кстати Василий меня Немножко смутило Твои упоминания Как ты сказал Подпасок Дополнительная дробинка Вот Всё-таки грузик надо подбирать Чтобы он был в единственном Экземпляре присутствовал Ни в коем случае Ни в коем случае Нормальная спортивная оснастка Например Для ловли На водоёме Без течения Поплавок Пускай будет полтора грамма Полтора грамма То есть у нас Основной вес Вешается Например дробинка 0,8 грамма Которая у нас Поплавок Теоретически Огрузит наполовинку А дальше уже вешается Цепь дробиночек Более лёгкого веса Например 0,8 у нас есть Вот следующую мы там Например вешаем 0,4 Да у нас получилось 1,2 Да у нас там получилось А дальше мы там можем вешать 0,2 грамма 0,1 грамма И обязательно оставляем Вот Вот этот вот Подпасок Так называемый Который ставится Буквально там В 5-7 сантиметрах От крючка Самая-самая маленькая Дробиночка То есть нужна она Для чего? Для того чтобы Окончательно догрузить Этот поплавок Это раз Во-вторых Вот этот подпасочек Он всегда у нас Будет лежать на дне Да Теоретически Вот находиться Около дна И он немножко Якорит поплавок То есть он не даёт Ему свободно плыть Вот Плюс он прижимает Поводок К дну Да И оснастка Лежит более естественно А есть какое-то Разумное количество Дробинок Больше которого Оно нельзя Да нет На самом деле Сколько угодно Можешь там экспериментировать Я видел оснастки У спортсменов Опять же Там например На полметровой На полметровом Отрезке лески И всё это На полметровом Отрезке лески Через определенные Там какие-то Расстояния Находятся дробинки На мой вопрос А вроде бы Зачем Это всё нужно Был простой ответ Так надо Нет Был простой ответ Вот эта оснастка Была предназначена Для ловли Девятиметровым удилищем И вот Когда мы распределяем Равномерно Вот этот вот вес Во-первых Всё это меньше путается На забросе А во-вторых Реально Хорошо летит Лучше летит Поэтому здесь Вот только так Понятно что Если мы ловим Там пятиметровые удочки Вот эти крайности Нам не нужны Для ловли на течении На течении Очень часто используют Скользящие груза Например Те же оливки Которые надевают Основную налеску Ну там поплавки тяжелые Например поплавок Пять грамм Вот оливку Сразу надевают Четырехграммовую Ну то есть Побах Поплавок Практически Огружено у нас Получается А дальше Вот этот грамм Равномерненько Разбивают там Где-то на Грубо говоря Три дробинки И оставляют Одну там На подпасочек Ну то есть Вот этого в принципе Будет достаточно Потому что на течении У нас снасть Вот эта вот Огрузка Она должна все равно Быть максимально Сдвинута к крючку Ну в разумных пределах То есть там Поводок например У нас остается Там сантиметров 20-25 Да на нем Маленький подпасок А основной груз Будет вот как раз Сантиметрах там В 30 от поводка Застопоренным Вертлюжочком Да Вот Сделано для того Чтобы вот эта оснастка Максимально была Вот здесь в точке Рядом с крючком Чтобы очень быстро Достигала до дна Когда мы ловим Маховой удочкой На течении У нас проплыв Будет Солидный В общем На длину удилища И на длину лески И соответственно Нам нужно Чтобы у нас Эффективной проводки Было как можно больше И нам нужно Чтобы груз достигал Дна как можно быстрее Еще нюанс уточну Может быть Не знаю Начинающих Опять же Рыболов интересует Там Не знаю Минимальное расстояние На котором Все-таки Вот этот грузик Или последний грузик От крючка Располагается 5-7 сантиметров 5-7 сантиметров Ближе не надо Нет Ближе не нужно Дальше можно Дальше можно Ну это опять же Дальше можно Но здесь все будет Зависеть от приманки Например Если это у нас Естественные насадки Например Там червь Или опарыш И мы ловим рыбу Со дна Да То есть 5-7 сантиметров Мы можем ставить под пасок Например Если у нас Ловля там Карпа На какую-нибудь Кукурузу Да Которая должна Вот Около дна Там где-то Колебаться В пятне Прикормки То мы там Можем поставить Этот под пасок Там сантиметрах В 15 Чтобы дать Свободу поводку Большую свободу Поводку Например Если мы там Ловим Какую-нибудь Сорогу Ну там Плотву По-научному В нашем регионе Сорогу Сорогу Все знают Ловим там Сорогу В окнах Среди кувшинок Нам нужно Чтобы приманка Парила Нападение Очень любит Чтобы опарыш Медленно отпускался В горизонте Надо сделать Сантиметров 20-25 Чтобы у нас Опять же Свобода для приманки Была Например Если мы ловим Не со дна В поверхностном слое Ловим Щеклею Там можно Вот этот Подпасочек Сдвинуть Сантиметров До трех Это крючочка Чтобы у нас Максимально Опять же Быстро занимало Чтобы максимальная Чувствительность У поплавка Была Глубина ловли Буквально 30 сантиметров Да То есть Это на самом деле Все зависит От условий Ловли И от того Какую мы Приманку используем Либо насадку И от того Какую рыбу Мы пытаемся поймать Потому что У каждой рыбы Все равно Есть какие-то Определенные Предпочтения В подаче Приманки Как это должно Все быть То есть Насколько естественно Она должна Находиться в воде То есть Ну рыба на самом деле На это очень Так четко реагирует У нас буквально Минута остается Не знаю Мы сейчас Новую тему Касающуюся Поплавочной ловли Наверное Уже не успеем поднять Мы например О прикормке Не поговорили Нет Я думаю Что мы Как раз Пора и только подводить Перенесем на следующую неделю Да У нас там Очень-очень много Осталось Поплавочной ловли Мы продолжим У нас там будет дальше Болонская ловля На течении Матчевая ловля И все оставшиеся Опять же нюансы Прикармливания Поговорим о хиробуне Так что это все В следующей передаче Про японскую ловлю На этом завершается Сегодняшняя программа Трофея рыбалка Почти что час Пролетела незаметно Благодарю Василия Мамонова Эксперта компании Арсенал На Комсомольской 8 Всего доброго До новых встреч Всего доброго Генеральный партнер программы Компания Движения нефтепродукт Трофей Рыбалка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова